Подразделения госавтоинспекции Харьковской области на сегодняшний день получили 78 терминалов, из них 8 стационарных и 70 мобильных. Стационарные терминалы стоят на всех 6 стационарных постах и плюс 1 на Шевченко 26 в управлении ГАИ и 1 в административной практике городского ГАИ на Шевченко 315. Также имеется 70 мобильных терминалов, они распределены следующим образом. В каждом районном подразделении города и области по одному терминалу, городская рота имеет 35 терминалов, 4 терминала спецвод, таким образом распределены все терминалы. Терминалы уже начали действовать, они уже работают на стационарных постах, мы их ввели в действие еще на позапрошлой неделе. Сейчас мы заканчиваем выдачу мобильных терминалов, они уже в действии. На сегодняшний день мы руководствуемся в своей работе кодексом Украины про админпро нарушения. Согласно этого кодекса существуют две статьи, это 221 и 222, которые предусматривают рассмотрение админматериалов либо органами внутренних дел, либо судовыми органами. Соответственно, 222 предусматривают именно органами внутренних дел. Есть перечень статей, которые инспектор имеет право выносить постановление непосредственно на месте совершения правонарушения. То есть составляется административный протокол, как сегодня уже было сказано, для проводки платежа, дабы он заходил в автоматическом режиме, необходим именно серия номер протокола. И выносится постановление, в котором непосредственно указывается сумма штрафа согласно той статьи, согласно которой привлекается правонарушитель к административной ответственности. И дабы эта проводка проходила в автоматическом режиме, необходимо указывать серию номера административного протокола и соответствующую сумму, которая была вынесена в виде штрафа. И эти деньги зачисляются в госказначейство, и буквально через два дня они поступают в виде выписки, и нашим отделам вносятся в национальную базу для прикрепления к административным материалам. Соответственно, это является основанием для того, чтобы человек, в отношении которого был вынесен штраф, не бегал по подразделениям ГАИ, не носил эти квитанции, не знал, что с ними делать. Это является основанием для ненаправления данного постановления, согласно требованиям того же кодекса, в исполнительную службу для принудительного взыскания. В суде рассматриваются те материалы, которые предусматривают лишение, одна из санкций статьи предусматривает лишение права управления. Это создание аварийной ситуации, это дорожно-транспортные происшествия, это невыполнение требований работника милиции об остановке, это уезд с места ТТП и, соответственно, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А те статьи, по которым инспектор непосредственно может вынести постановление на месте, это превышение скорости, нарушение правил обгона, нарушение правил проезда перекрестка, проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофория, невыполнение требований дорожных знаков разметки, текст состояния транспортного средства и так далее. Если он не оспаривает правонарушение, он может данное правонарушение с помощью своего платежного документа карточки оплатить непосредственно на месте составления, с помощью этого терминала. Для того, чтобы немножко облегчить участь все-таки водителей, потому что пока не было вот этой автоматической системы, во-первых, никаким нормативным документом не предусмотрено, что человек, правонарушитель в данном ситуации, обязан предоставлять платежный документ в одно или иное подразделение ГАИ. То есть есть оплата, но про эту оплату никто не знает, кроме правонарушителя. Сейчас это все автоматизировано, действительно, мы как бы живем в эпоху таких технологий, поэтому как бы пошли навстречу, разработали эту систему, которая у нас работает уже с 2013 года, и все, мы без участия человека, нам главное, чтобы платеж был заполнен согласно того требования, которое выдвинул Национальный банк. Ориентировочно, я вам скажу так, ориентировочно оплат происходит в день от 150 до 200. Из них в автоматическом режиме, которые проплачены правильно, проходят где-то в пределах 60%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова